Привет, друг, Санди Материк Скул. Наконец-то мы дождались финала чемпионата России по воркауту. Так, срочное включение с предупреждением о том, что уже сейчас на моем личном канале вышел целый влог с чемпионата России. Поэтому ни в коем случае не забываем после видео переходить по ссылке в описании. Что сейчас конкретно будет происходить? Начнем мы с детской категории. И я еще раз напомню, первый человек, который участвует, ему всего 13 лет. Какие элементы он сейчас будет вытворять, вы совсем скоро узнаете. Но самое важное, не забываем про воркаут-шоп. Хорошо? Это просто, не забываем. Сейчас глянем небольшую интеграцию и полетели. В очередной раз хочу сказать, что такие мощные видео поддерживает очень крутой онлайн-магазин воркаут-шоп. В нем крайне много оборудования для атлетов, которые действительно идут к прогрессу. Также нам очень нравится там мерч. Я думаю, это заметно, так как частенько мы все ходим в майке, футболке, шортах, либо штанах от воркаут-шоп. А ведь там уже есть и теплая одежда, в которой тренировки на улице станут более доступными и комфортными. Я надеюсь, аргументов достаточно, чтобы перейти по ссылке в описании и сделать себя счастливым. А мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, что касательно Ромыча. Ромыч в принципе сегодня был достаточно заряжен, он программу прогнал вообще хорошо и предыдущее выступление у него было вполне прям отличным. Он тогда первое место среди наших знал, а третье среди всех в принципе. Поэтому с него и начнем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нежданно-негаданно произошло то, что произошло. Короче, Ромыч прям, ну, частично залажал. Конкретно. То есть он постоянно терял кач, то есть комбинации у него из-за этого срывались, и вот эту графу он в принципе особо-то и не заполнял получается. Касательно элементов, все он выполнил, что мог. То есть что-то сверх мы делать не стали, потому что, ну, риск был того, что он залажает, упадет или еще что-то. В конце, единственное, что в конце ему еще кричал, давай стойку сделай. Но Ромыч взял, проигнорил и ушел. Ну, это как бы уже дело его. А так, в принципе, ну, что сказать, молодец, все. В любом случае, это первое выступление на России. Здесь поблажек море, и поэтому мы просто идем смотреть дальше. А вот у Ванька как раз-таки тут проблема была на предыдущем выступлении. Короче, у него планировалось в начале 360 с импульса, но так вышло, что, ну, как бы, Ванек постоянно треху свою теряет. Он забывает ее, только вот на новый турник приведи, все, он у него прям, как корова языком, вот, память эту слизывает, и все. И ничего больше кого-то и не было. Но, благо, соревнования идут в два дня, и Ванек после того выступления успел 360 вспомнить. Причем и тот, и тот. Но так как с импульса у него слишком в бок уводило, он мог удариться, травмироваться, мы поэтому сделали просто обычную. И сейчас вы увидите его выступление. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Ванек, честно, меня порадовал. Потому что, ну, прям вот, ну, все сделал как надо. Разумеется, может, некоторые моменты не были идеальны, но, тем не менее, темп держал, все было хорошо, нигде не накосячено. Плюс к этому, еще хочу добавить, что у него вечно была проблема, когда он с подъемом двумя заходил на предыдущее выступление, такая же фигня, кстати, была. И он не мог зайти на смертник сразу. А здесь таки вообще все прям идеально сошлось. То есть буквально одна попытка из десяти у него всегда вот так выходила. И благо это произошло на финале. Ну, а теперь смотрим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok